Вдохновлять и удивлять. Пожалуй, сегодня это одна из сверхзадач арктического региона. Исследование ученых в высоких широтах, создание видео и фоторабот, художественных и публицистических текстов. Сегодня Арктика – это территория, куда все больше исследователей стремятся попасть и найти свое место. И пока кто-то об этом только мечтает, увидеть результат того, что достигли другие, позволяют такие мероприятия, как Дни Арктики в библиотеке САФУ. Открытие состоялось в самом профильном арктическом отделении библиотеки – Арктикфонде. Здесь студентам представили новинку – интерактивную карту Архангельска, своеобразный путеводитель по арктическим точкам города. Улицы Воронина, Русанова, Шмидта, набережная Георгия Седова, проезд Бадигина. В описании не только краткая историческая справка, но и рекомендуемая литература для чтения. Кроме того, в Арктикфонде расположились сразу две книжные выставки. Одна из них – Арктический курс САФУ, где собраны 25 изданий, посвященных освоению и изучению высоких широт учеными университета. На стендах представлена лишь небольшая часть результатов исследований. Еще больше публикаций и книг можно увидеть на сайте. То есть вы можете каждый день, вообще с утра до вечера, пользоваться этим ресурсом. Открывайте, смотрите и используйте в своих работах. Здесь уже все для вас сделано, для удобства. Вторая выставка посвящена новым поступлениям. Книги по Арктике выпускаются редко, но фонд стараются регулярно пополнять. Активное сотрудничество идет с издательством Паулсон. Среди новинок можно увидеть серию научно-популярных книг об исследователях, где собрано много редких фактов, ранее не опубликованных. Еще одна возможность получить информацию об арктических первопроходцах – новая виртуальная выставка «Арктика в лицах», где представлены не только всем известные имена, но и, возможно, для кого-то новые факты. Уже в 16 веке мореходы из Архангельска, Мизении, Пинниги, они путешествовали по Северно-Ледовитому океану и достигали западно-сибирских рек. Наши русские путешественники до Шпицбергена дошли первыми, задолго до Баренца. Это тоже знают не все, тем более некоторые западные источники, они ратуют за своих земляков. Поэтому в России есть чем гордиться. Идея создания выставки возникла благодаря книге 48-го года издания, в которой была собрана информация о русских полярных мореходах 17-19 веков. Однако сотрудники библиотеки постарались расширить временные рамки с 16 века вплоть до современности. На нашей выставке есть информация о Людмиле Севастьяновой. Ведет дневник арктический, у нее за плечами не одна зимовка уже в различных частях арктических территорий. Готовится защитить диссертацию, пишет ее, по теме арктического туризма, что является не совсем исхоженной темой. С выставкой «Арктика в лицах» можно познакомиться прямо не выходя из дома. Она размещена на информационном портале интеллектуального центра. А вот желающим пообщаться вживую с теми, кто в Арктике был и работал, посетить библиотеку все-таки придется. 27 февраля в 12 часов состоится творческая встреча «Настоящая Арктика» в фотографиях Николая Гернета, на которой фотограф не только расскажет о своих впечатлениях от территории холода и льдов, но и покажет свои кинозарисовки. А 22 февраля в 13.30 состоит сообщение с участником научной экспедиции «Арктический плавучий университет-2016» Николаем Даниловым, который также представит разработанную им настольную игру «Северные мореплаватели». В рамках Дней Арктики попробовать свои силы в ней сможет любой желающий в 301-й аудитории. Задача игрока за какие-то полчаса совершить то, к чему не только Россия, но и по большому счету человечество шло несколько веков. Освоить так называемый северо-восточный проход, либо более известное название «Северный морской путь». Пробраться из европейской части материка в Тихий океан. В рамках Дней Арктики по заявкам школ реализуется комплексная образовательная программа для учащихся 5-11 классов «Арктика в истории России». Модули включаются по выбору. Встреча с участником экспедиции «Арктический плавучий университет» Николаем Даниловым, знакомство с ресурсами «Арктик фонда», просмотр научно-популярных фильмов медиа-центра «САФУ Арктический мост», мастер-класс по вязанию морских узлов, а также обзор на экскурсию по зданию с посещением действующих выставок. Например, в читальном зале библиотеки открыта выставка «Геоэкологические проблемы Европейского Севера и Арктики», которая посвящена климату и экологической ситуации на Арктических островах. На полках представлены книги, журналы, а также красочная монография президента фонда полярных исследований Петра Боярского, посвященная двум арктическим архипелагам и священному для ненцев острову. «Земля Франца Иосифа», «Остров Пайгач» и «Новая земля». Это комплексная монография, собрание различных сообщений, исследований именно по этим островам. То есть она будет интересна и преподавателям, и студентам, и, думаю, что и широкому кругу наших читателей, которым, наверное, будет интересно снова пролистать фотографии, снимки, карты, посмотреть все сообщения, которые связаны с этими островами, и получить новую информацию. Но помимо книжных выставок, библиотека организует в Дне Арктики и тематические мероприятия. В День Дикого Северного Оленя, который отмечают 17 февраля, в интеллектуальном центре состоялось награждение победителей конкурса творческих работ. Главная задача, которую ставили перед собой организаторы, привлечь внимание к необходимости сохранения этого вида, численность которого неуклонно сокращается. Необходимо принять еще дополнительные меры по усилению охраны от браконьерства. Именно в очагах оленя, где оленя еще сохранился, принять дополнительные меры по сохранению его в этих местах, а также по регулированию численности крупных хищников, особенно волка на этих территориях. И еще самая такая большая забота – это развитие сети особоохраняемых природных территорий, где еще обитает олень. Участие в конкурсе приняли 1300 человек практически со всех уголков Архангельской области. Представлена 391 работа. Выставку «Живой символ Севера» также можно будет посетить в рамках Дни Арктики в библиотеке САФУ. А завершатся мероприятия в электронном читальном зале 28 февраля. Первая часть – это пленарное заседание, которое начинается в 10 часов утра. Потом будет демонстрироваться фильм пресс-службы Северного флота. Это новый фильм 2016 года. «Северный фронт. Гарант безопасности России в Арктике». В 10.20 с нашей площадки выступит исполняющий обязанности директора Национального парка Арктика Александр Георгиевич Кириллов. После обеда снова будет подключение и будет видеолекторий знания о России на тему «Столетие ледокола Красина и его истории в России». На это мероприятие мы пригласили Соловецких юнг. Дни Арктики пройдут с 17 по 28 февраля. Подробнее познакомиться с программой можно на сайте САФУ. Интеллектуальный центр, научная библиотека ждет всех, кто готов узнавать новое и вдохновляться Арктикой. Таисия Машкова, Сергей Земских, Дмитрий Коротов. Медиа-центр САФУ «Арктический мост». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова